друзья всем доброе утро очередной наш прекрасный день в турции мы покинули город дольян это я вам напоминаю турецкая венеция его еще называют и сейчас вот мы у меня за спиной вот трасса вот этот и 400 которая ведет но она практически проходит по всей южной территории турции и прям на дороге мы увидели вот такой вот интересный ресторан это настоящий самолет у него моторы не полностью то есть собраны они частично только и скорее всего возможно даже от другого самолета но все равно то есть это вот на дороге ресторан такой вот прям самолет он сейчас не работает но я думаю летом можно зайти в него там провести какое-то время покушать друзья мы приехали сейчас вот посмотреть здесь пляж клеопатры инсекум бич он вот так вот называется с 8 до 19 он работает но здесь все на колючую проволоку на сетку все закрыто здесь парковка тоже ни одной машины нет будем искать другое место где можно будет хотя бы с дрона показать вам этот пляж или что там остров потому что эта часть по ходу дела закрыта на зиму но если проехать вот мимо этого пляжа по дороге еще немного вперед то там еще есть один пляж и но его по крайней мере можно рассмотреть разглядеть сейчас я вам попробую показать его пляж он находится прям в лесу так среди деревьев здесь на этом мысе и вот примерно он так выглядит что интересно могу сказать про это место что марк антони он в общем у них был роман с этой клеопатры короче говоря и он привез ей якобы ей не понравился побережье здесь которая пляж и он ей привез песок из египта клеопатрии для того чтобы она здесь кайфовала вот это мне история напоминает историю про девушек когда я там приглашаю каких-то девушек куда-то в ресторан они говорят а нет мне здесь невкусно я хочу туда и вот видимо они у клеопатры научились так говорить друзья должен вам сказать что действительно здесь очень красивые такие места особенно с дрона вот вокруг острова красивая вода такая голубая бирюзовая и здесь еще отеля есть вот на вот этой части побережья возле острова прям с видом на остров вот этот вот и пляж такие классные но я так понимаю что здесь все закрыто сейчас я сделаю отдельное видео с дрона где-то сможете посмотреть в отдельном видео как это все выглядит но в принципе мне понравилось со всех сторон вот так вот зелень и никак не подойти потому что еще плюс ко всему забор ограда то есть я так понимаю что это они специально сделали чтобы люди не заходили не подходили только где-то вот в специальных местах отведенных до этого это типа отеля или частные какие-то пляжи то есть самостоятельно я так понимаю здесь я точно не знаю но скорее всего не получится заехать потому что вот здесь есть заезд какой-то который в ту сторону идет но он совсем с двух сторон запрещающие знаки то есть не получится туда заехать возможно где-то здесь получится заехать вот здесь все заблокировано и скорее всего но там вот такая вот дорога я туда не поеду а здесь все закрыто то есть заборами частная территория либо это отели либо это просто люди здесь живут частные дома никак не оставляю идеи спуститься к воде и вот нашел очередную тропинку тут такую выложенную тротуарной плиткой как они любят в турции и в общем проезжаю опять мимо либо это отели либо это дома чьи-то частные не такая земля кстати здесь классная благородная а я по моему уперся в чей-то дом никак не проехать вот она водичка рядом вроде бы они как как моя бабушка говорит локоть рядом а укусить не получится друзья я думаю можно попробовать приехать на этот остров на автодоме вот здесь есть некоторых местах вот такие вот в кармашке не знаю понравится полицейским или нет если здесь остановиться начать допустим ночевать или жить потому что вот там прямо там есть кемпинг но там написано что палатки запрещены и соответственно здесь тоже могут быть какие-то красивые места для самостоятельного отдыха но не знаю я думаю летом здесь будет аншлаг скорее всего возможно если туда куда-то в клуб проехать нам получится найти но здесь не так много мест как допустим вот в тех местах где мы видели рядом сверху прям очень много мест для самостоятельного отдыха а здесь есть вот такой вот причал и с лодками деревянный я думаю отсюда можно взять экскурсии потому что тут помимо этого острова клеопатры есть еще другие острова здесь есть автобусные остановки поэтому возможно сюда можно будет даже на автобусе приехать это место находится 20 где-то в 25 километрах от мармариса сейчас едем вот значит обратно в сторону мерсена и обнаруживали вот такое вот здесь местечко интересное но у них здесь только сладкое только сладкое только мороженое пироженое очень интересное место с прудом вот с такими лебедями сутками но у них только здесь десерты сладкое вот видите они накрошили здесь кукурузы этим лебедям это в общем лебединый рай и можно прямо присесть рядом с этими лебедями кайфануть покушать здесь мороженое еще маленькие утята есть и черепашки там еще есть короче говоря здесь как вообще этим животным всяким разным они прям кайфуют но место действительно очень классно но в общем друзья я не знаю что это за место вообще такое ни один человек ничего не ест соленого не мясо не супчик ничего такого только сидят кушают пирожное чай пьют кофе и все и смотрят на этих уток и дети кайфуют здесь он напротив здесь деревня как вот приехали сюда люди на мерседесах на бмв на audi на всяких разных вот так это место называется ну лук с двумя лук и она находится по дороге вот как раз на этот остров клеопатры друзья мы начинаем спускаться и четыре с половиной километра мы будем спускаться я уже вижу бухту естественную мармарица начинаю вспоминать потому что несколько лет назад мы захотели сюда на яхте на парусной показывают здесь национальный парк какие здесь белки птицы какие здесь живут сир ноктасы называется эта площадка местные жители как всегда со своей едой блин как красиво такая дорога красивая прям вот видно как она проходит этот серпантин и там футбольные поля и вообще очень круто на закате здесь будет очень красиво друзья мы только заехали в город и сразу видно что город такой чистенький аккуратненький не пыльный по сравнению допустим даже сверху бензин у нас стоит 95 на сегодняшний день 19 турецких лир один литр это примерно один доллар чуть больше одного доллара ну 500 тенге один литр на наши деньги но я могу проехать на этом бензине больше чем на казахстанском бензине то есть если я залью допустим на одинаковое количество денег я проеду то же самое расстояние несмотря на то что я заплачу больше городу 3000 лет но в 1957 году он был почти полностью разрушен землетрясением и его потом восстановили город весьма богат на всякие разные античные памятники а еще видите вот он ехал за мной но он видит что я тихо еду и он меня обогнал никто не парит никто не сигналит в турции очень культура вождения высокая по сравнению с алматой где там зажимают прижимают сигналят варят нервничают куда-то спешат здесь все на релаксе и друзья мы приехали покушать мой любимый турецкое кафе она называется вот так кофтею сух вот нам еще принесет то нет такого мяска очень вкусно картошечка в общем друзья мы заплатили за этот обед 137 лир всего лишь это около 7 наверное максимум 8 долларов на двоих еда очень вкусная всегда свежая для меня загадка как они умудряются приготовить это все за такие небольшие деньги многие люди они не готовят дома они просто ходят в какие-то вот такие места обедают ужинают там и завтраки тоже везде есть завтраки в районе 50 и 100 лир можно спокойно позавтракать очень хорошо плотно с напитками из кофе вообще турецкая кухня она по сама по себе она такая достаточно бюджетная там очень много хлеба там всякого риса много салатов они добавляют а это турции очень мало стоит вот друзья марина в которую мы захотели на яхте и на самом деле здесь очень большая гавань в этом городе очень много разных кораблей яхт стоит вот здесь у них значит набережная нового персина там современные многоэтажные дома вот здесь вот такие вот греческие небольшие двухэтажные домики в греческом стиле белого цвета и набережная тоже прям вот рядом с мариной и крепость еще рядом у них здесь аншлаг сегодня они продают по 30 лир пиво это меньше 2 долларов для иностранцев это на самом деле очень мало а мы сейчас хотим мы пиво не хотим мы хотим попасть крепость короче вот здесь вот рядом с этим пир хаусом и кафе и лейла есть такая вот тропиночка между домами старого города можно пробраться в крепость крепость на самом деле вообще небольшая но очень хорошо сохранилась короче говоря вот такие вот здесь проходы заходы если я не ошибаюсь здесь где-то на самом верху можно забраться и там есть такое кафе то можно чай попить да здесь вот прям это это реально старый город здесь улочки вот так вот только двум трем людям разойтись здесь почти в каждом доме что-то есть какие-то рестораны галереи отели в некоторых местах не все открыто правда но здесь очень круто очень хорошо видно как здесь жили люди когда еще не было машин всяких этих разных самолетов пароходов а вот панорама из них туда если подняться там будет ресторан вот здесь есть вот такой вот кафе она находится на самой верхней части и в общем этой горы этой возвышенности этого холма но конечно же она закрыта сейчас и я вам могу только вот так с краешку показать вид на эту на на марину на на вот это на старый город на все и я сюда приходил поднимался когда мы заходили на яхте ну там действительно очень круто особенно вечером когда здесь эти все тусовки бары танцы да очень атмосферно и вот эти вот улицы это улица барная то есть я не знаю как сейчас мы вечером вот это с левой стороны это все будут бары здесь это все будет гудеть шуметь и там можно танцевать друзья мы поселились в новой части города почти все отели закрыты на зиму ну наверно 80 процентов точно и пляж тоже пустой никто не купается единственно люди приезжают порыбачить здесь устроить какие-то пикники и в основном все так здесь у них засыпает на зиму это с одной стороны хорошо потому что цены становятся во всех вот в этих кафе барах ниже и нету вот этих вот толп туристов вот если прямо туда смотреть это будет там как раз старый город крепость там будет в принципе здесь тоже так все рядом уютно компактно ну город мне нравится набережная у них очень приятно такие здесь ресторанчики бары прошлый раз когда мы сюда приходили на лодке на яхте мы сюда не ходили мы вот ограничились только вот этим вот местом где находится старый город вот здесь вот турки вот так вот гладят песочек на пляже песок перемешку с камнями есть небольшая грязь от листьев но в целом побережье очень чисто не могу сказать что холодно принципе терпимо терпимая погода нормальная днем вообще можно можно в одной мачке гулять вот оттуда собственно приходят корабли здесь тоже такая естественная бухта вот этот остров который прямо по курсу он защищает вот этот вот бухту мармариса от волна от всего такого от ветра поэтому здесь спокойно и можно спокойно купаться сейчас солнышко садится здесь прям вообще атмосфера такая суперская на закате конечно очень красиво как будто бы заброшенный какой-то мир вокруг острова и водичка такая спокойно так друзья наш новый отельчик посмотрим тему сегодня поселимся у них здесь пар я надеюсь будет музычка играть здесь есть детский с детский клуб и крытый бассейн и спортивный центр и спа-центр есть заходим сама открываем медведь пришел вау как все культурно здесь показывается да будет свет самое главное что есть чайник и чай здесь есть телевизор как всегда она отель наверно после реновации не это у нас не серию короче там макро центр вернее миг раз магазин и у них там еще есть свой ресторан с такой терраса интересной ну кровать большая кровать большая в принципе этот отель стоит 800 лир всего лишь завтрака в общем друзья я вам хочу сказать что в прошлом году я путешествовал и за такие отели наверно платил в среднем где-то 300 400 лир максимум но я путешествовал по восточной части турции там где как бы нет моря и я еще один путешествовал наверно за счет этого тоже цена уменьшим поменьше немного было вот такой у них здесь значит санузел но он достаточно чистый и теплый самое главное и все беленько чистенько а еще я сейчас посмотрел нет у них оказывается номеров с видом на море потому что там за этим отелем сразу здание другой стоит вот так вот называется тест отель мото премиум отелись потому что поесть машина с техаса приехал как они сюда добрались по морю по всей видимости как еще вот техас у меня есть а у у у у у у у у у